Дорога на речной порт от легковой восьмерки открыта буквально последние часы. Совсем скоро там наверху установят знаки, запрещающие проезд и знаки, сообщающие о том, что наконец-то здесь начнутся ремонтно-восстановительные работы. Сейчас мы идем вдоль вот этой подпорной стенки, выполненной за лето из бетона. Она не дает грунту, на котором находится насыпь, сползать ниже. Таким образом удалось стабилизировать дорожное полотно, и предварительные работы будут сделаны уже в этом году. Основательно вернуть дорогу в строй обещают в 2019-м, как и окончательно решить вопрос с проездом по ней грузовых автомобилей. Последний курсирует здесь до последнего, несмотря на сокращение подходящей для проезда проезжей части почти в половину и существенный уклон оставшегося участка. Но дальше ползти не должно, говорят специалисты. Подпорная стенка справилась. Сейчас вот все стабилизируется, то есть уже, как вот мы наблюдаем каждый день, уже самого отпускания вот этой площадки нет. Поэтому в настоящее время будут сейчас предприняты работы для обеспечения аварийного проезда. То есть данные блоки, которые сейчас видите, мы их уберем, отсыпем щебенкой, полотно выровняем, поставим блоки, и будет пока проезд до уже весеннего периода. Безусловно, дорога в Ричпорт важная, можно сказать, знаковая для областного центра. Но, судя по трафику, до полноценной транспортной артерии города-полумиллионника не дотягивающая. Другое дело вот этот мостовой переход через Свиягу. Здесь и автодорога, и трамвайные пути, и пешеходная зона. И если на своих двоих или на электротранспорте пересечь реку пока еще не проблема, то с движением на колесах трудности ощущаются уже не первый месяц. К большому сожалению ульяновцев, работа на мосту через Свиягу в районе улицы Пушкарева продолжится еще какое-то время. Это связано с необходимостью ремонтных восстановительных работ на деформационных швах. В тот момент, когда рабочие приступали к ремонту полотна, о этой особенности еще не было известно. И только когда асфальт был скрыт, обнажились деформационные швы, стало заметно, какие нарушения в их конструкции принесла эксплуатация. По сути, эти швы компенсируют движение частей мостового перехода при нагрузках, а также при смене температур. Мост, несмотря на кажущуюся монолитность, живая подвижная система. Естественно, что некоторые его части испытывают повышенную нагрузку и рано или поздно изнашиваются. Пока не вскроешь, не поймешь, что у нас стоят задачи, мы их выполняем. То есть у нас первая задача демонтажа, когда демонтируется уже на месте, мы начинаем разбираться. Вот вы можете, кстати, приблизить камеру, увидеть состояние данного деформационного шва. Если бы швы оказались в порядке, с ремонтом дело бы не стало. Однако имеем то, что имеем. И уж если делать по правилам и на совесть, значит делать. Мы его разворачиваем, вот мы делаем опалку, варим металлическую опалку, его ставим, устанавливаем сюда. Вот сюда заливаем мы бетоном. Вот до этого отметим. Сам бетон начинает схватываться, но он схватывается, время схватывается в 7 дней. Проезжую часть моста с учетом работ по швам сегодня обещают завершить к 5 ноября. Осталось добить три шва, центральные и боковые. После чего ремонту суждено выйти в сектор с трамвайными путями. Здесь, говорят подрядчики, работы будет ничуть не меньше. Город подтверждает, 15 маршруту придется уйти с 18 и 19 микрорайонов. Сейчас обсуждаем как раз по поводу движения трамваев. Скорее всего будем две трамваи закрывать. Сейчас электротранс мы обсудим по времени, что и когда, когда население соответствующую информацию довезем. А закрытие трамваев это на каком участке? Это получается маршрут номер 15, участок от улицы Азовской до улицы Карла Маркса. Будет закрываться, соответственно, скорее всего 15 маршрут будем пускать через центр тогда, пока временно. Так что придется терпеть, как и в случае с автомобильной дорогой. С другой стороны, этот мост действительно давно требовал ремонта. С учетом того, что превыше всего все-таки безопасность, временные неудобства с отсутствием привычного для многих средства передвижения можно перетерпеть. Евгений Луковкин, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.